Всем привет! Рисовать мы сегодня будем самую зимнюю птицу снегиря. Для работы нам нужен все тот же набор инструментов. Акварельная бумага формата А5, акварельные краски 12 цветов, удобная кисть, ориентировочно 4-5 размера, стакан с водой и бумажные салфетки. Фиксируем лист акварельной бумаги и начинаем рисовать. Первым делом отображаем веточку, на которой сидит снегирь. Отделяем пространство внизу листа, оставляя приблизительно одну четверть, затем прорисовываем верхнюю веточку, тем самым мы создадим своего рода рамки, в которые нужно будет вписать в главный объект рисунка саму птицу. Рисовать птицу начинаем с овала, который прорисовываем едва заметными линиями, оставив место между овалом и ветками. В этот самый овал мы и будем вписывать птицу. В верхней части овала формируем в голову еще один овал. Обращаем внимание на то, что голова располагается под углом к телу. Проводим линию диагонально вверх. На этой линии будут располагаться глаза и клюв снегиря. Клюв у снегиря широкий и короткий, с загнутым кончиком. Для его изображения формируем ромб, скругляем углы, стараемся, чтобы клюв и глаз находились на одной линии. От основания клюва формируем голову, вверх и вниз. Плавно переходим на формирование тела. Отличительной особенностью снегиря является очень округлая выпуклая грудь, наравне с практически ровно сложенными крыльями. Постараемся передать это в рисунке. Тонкими легкими линиями обозначаем основные границы оперения. Формируем крылья и хвост птицы. Схематично обозначаем ножки. Позднее мы прорисуем их более детально. Займемся прорисовкой веток. Начнем с верхней веточки. Предлагаю мелкие семена на ветке заменить на ягоды рябины. Картинку, с которой можно срисовать ягоды, вы найдете в карусели. Рисуем ягоды, стараясь не делать их совершенно симметричными. Переходим к проработке скетчей линером или черной гелевой ручкой. К линеру или гелевой ручке есть только одно требование. Они должны быть водостойкими и не течь под воздействием акварельной краски. Линии глаза и клюва делаем плотными и ровными, а вот линии оперения более тонкими и прерывистыми. Границы разных цветов на самой птице лишь слегка обозначаем. Крылья и хвост также прорисовываем тонкими отрывистыми линиями. Более четко прорисовываем лапки. Не забываем, что птицы держатся за ветку, поэтому часть лапок не видно. Одновременно прорисовываем ветку. Займемся прорисовкой верхней ветки ягод. Важно, чтобы ягодки не были идеально круглыми и не забываем отрисовывать хвостики и толщину веточки и хвостиков, которыми ягодки за нее держатся. Удаляем карандашные эскиз ластиком, берем лист обычной бумаги или пластиковую палитру. Следующим этапом будет работа с акварелью. Отсаживаем на палитру каплю воды, берем красный цвет и добавляем к нему любой более темный, коричневый или бордовый. Хорошо смоченной кистью набираем приготовленный цвет и легкими касаниями прокрашиваем ягоды, оставляя белые блики от падающего света. Если есть необходимости и желания, ягоды можно сделать более яркими. Для этого отжимаем кисть о бумажную салфетку и полусухой кистью набираем цвет. Добавляем его на еще влажные ягоды. Более темные участки ягод оттеняем более темным цветом. Создаем ощущение падающей тени. Подбираем коричневый ягоды. цвет по своему вкусу, более светлый или темный. И прокрашиваем ветки тонкими легкими движениями, стараясь оставлять небольшие непрокрашенные участки. Переходим к прорисовке птицы. Для этого берем более темный коричневый и начинаем прокрашивать клюв. полупрозрачным серым прорисовываем самую светлую часть крыла. Для этого наносим небольшое количество воды, а затем наносим цвет. Оттеняем более темные участки. Чистым темно-серым цветом прорисовываем голову, крылья и хвост снегиря. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прорисовываем фон легкими прерывистыми движениями, оставляя белые участки, что позволит создать нам воздушность. Субтитры создавал DimaTorzok Перед следующим этапом работы важно, чтобы рисунок полностью высох. Для этого можно либо подождать, либо воспользоваться феном. Начинаем проработку с китчей линером. Делаем ягодки более выразительными. Обводим контур, добавляем дополнительную штриховку в местах, где ягода в те, и добавляем четкости верхом хвостиком ягод. Не забываем, что линии делаем не толстые, а отрывистые, штрихообразные. Тонкими прерывистыми линиями прорисовываем саму птичку. Делаем клюв более четким, ярким. Оперение прорисовываем тонкими штрихообразными линиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Белой гелевой ручкой добавляем блики на глаза и клюв к птице Снимая фиксирующий скотч, ставим свою подпись и дату Наслаждаемся результатом своего творчества Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok